Добрый день, у микрофона Ольга Балезина. Напротив меня замдиректора МОП «Водоканал» Андрей Антонов. Здравствуйте. Мы сегодня собрались для того, чтобы поговорить и рассказать жителям нашего города о том, что «Водоканал» теперь открывает специальный центр обслуживания клиентов, тот, куда нужно идти со всеми проблемами, вопросами, если есть необходимость идти в нынешние времена, когда всем рекомендуют сидеть дома всё-таки. Как давно он работает? Как работает сейчас, когда вы запускаетесь официально? Мы провели некое мероприятие по открытию. Мы приглашаем жителей нашего города на обслуживание по всем вопросам, связанным с начислением платы под заводоводоведения, в наш новый офис по адресу Казанская, 24. Параллельно с этим мы офис открыли новый, отремонтированный. Он снабжён электронной очередью. Мы проработали вопрос приёма, чтобы житель получал максимально быстро ответы на все свои вопросы, связанные как раз с квитанцией, с начислением и так далее. Мы параллельно с этим, с открытием офиса, мы развиваем все возможные виды дистанционного оказания услуг. То есть на сегодняшний момент уже запущен колл-центр по телефону 2-5-4-8-8-8, где жители абсолютно точно так же практически на все вопросы, не требующие предъявления каких-то специфичных документов, могут уже получить консультацию. Также параллельно сегодня показания и часть документации мы можем передать через наш официальный сайт vdkanal.ru, также послать нам любое сообщение по электронной почте. Мы в круглосуточном режиме, у нас работает аварийная диспетчерская служба 699500, где тоже принимаются абсолютно все заявки, неважно, аварийная или не аварийная. Если даже вдруг потребитель ошибся и позвонил с вопросом того же самого начисления, этот вопрос будет записан и, соответственно, отработан. На будущее, могу сказать, мы в течение двух-трех месяцев переформатируем полностью наш сайт, сделаем максимально функциональный личный кабинет для того, чтобы исключить необходимость даже приходить к нам. И следующим шагом, Дмитрий Игоревич уже об этом не раз говорил, мы будем запускать мобильные приложения. Так, давайте теперь обо всем по порядку. Вот центр на Казанской, 24, все-таки там бывает у людей необходимость прийти лично с какими-то там, ну, сложно объяснить по телефону или что-то еще. Это центр для физических и юридических лиц или только для граждан? Сколько людей там вы можете разом принять, чтобы всем было комфортно? И для тех, и для тех. То есть как юрики, так и физики, они будут приниматься в одном месте у нас на сегодняшний момент. То есть по всем вопросам на Казанскую, 24? На Казанскую, 24, да. С первого числа, welcome. С первого уже апреля? А апреля. Да, а сейчас вот вы в тестовом режиме работаете. Много ли людей приходит? Какие чаще всего проблемы у них возникают? Знаете, вот больших проблем по населению по сути-то нет. У нас услуга достаточно прозрачная, начисляется все по приборам учета. Поэтому здесь вопрос это больше связанно с тем, что при качественной наладке всех каналов связи с населением и в том числе с юридическими лицами ошибок-то при населении практически не бывает. А с чем приходят тогда? Иногда бывает, что сами потребители, неверно передав показания, получают счет, а потом начинают идти разбираться, почему так много или почему так мало. Например. Вот с такими вопросами, наверное, большинство обращений идет. А бывают еще, не знаю, как у вас, приходят просто заплатить, не умеют пользоваться интернетом, сложно дойти до банкомата или они просто об этом не знают? Ну, знаете, мне кажется, вы не совсем правы. Вообще 90 почти процентов платежей поступают по онлайн-каналам связи, по онлайн-каналам оплаты. Это вообще уже достаточно везде. У всех ресурсников примерно 90 процентов. У нас есть соглашение с тремя крупными банками в городе. Все онлайн-каналы в Хлынове, в Сберии и в Норвике, они абсолютно бесплатны для населения. То есть комиссия не берется. Причем мы договорились еще с Хлыновым и Норвиком, что очное обслуживание, то есть когда человек идет уже конкретно к оператору банка, с него тоже комиссию не возьмут. В Сберии так не удалось договориться, но онлайн-канал нам предоставили. Но при желании можно и на Казанской оплатить. На Казанской тоже касса и терминалы там у нас есть. То есть проблемы с оплатой вообще никаких нет. На самом деле для меня было открытием год назад, когда были очереди у другой ресурсной компании, когда там вводились новые платежи за мусор. Я увидела много людей, которые просто приходят заплатить именно там, потому что, скорее всего, комиссии нет. Заплатешь. Ну, то есть оплата в кассе поставщика услуг оказалась очень востребованной. Ну, я согласен, оплата в кассе поставщика услуг, да, она однозначно без комиссии. Но поставщик услуг, наверное, должен задуматься, ведь тут работает эффект масштаба. Мы говорим про достаточно большое количество лицевых счетов. На сегодняшний момент их почти 200 тысяч. То есть 200 тысяч платежных документов надо организовать удобный способ оплаты для населения. Но если мы там сказали бы, что платите нам только в кассе, ну, наверное, это было бы неправильно. У нас был бы коллапс непрекращающийся просто. Не знаю, ни одна бы касса, наверное, не справилась, пусть даже вне с кого-то. А сколько у вас операторов на Казанской-24? Насколько вообще это удобный офис? Где вы брали примеры, когда пытались продумать, как организовать пространство? Знаете, мы ориентировались на опыт других водоканалов по части именно не самой отделки, а вот именно организации офиса. То есть на сегодняшний момент вот та клиентская зона, которая предназначена, допустим, для физических лиц, она справится с единовременным нахождением до 50 человек. Мы прогнозируем, что этого достаточно будет. При условии в том, что среднее время приема в окне потребителя, оно составляет от двух до трех минут, по сути своей. То есть это достаточно быстрый человекопоток. Поэтому мы, я не думаю, что у нас будут очереди. Мы сейчас приложили все усилия для того, чтобы минимизировать степень ошибки в квитанциях. То есть определенные проверочные процедуры дополнительные мы уже прорабатываем. Я не думаю, что будет проблема, вот как вы сказали, у других поставщиков при миграции между программными продуктами или при запуске, вот как было купито. Не думаем, что будет такая история. А ваши открытия в апреле связаны, я так полагаю, с тем, что вы отказались от услуг РКЦ как посредника между компанией, водоканал и потребителем? Ну, отказались не совсем правильно. К РКЦ у нас на самом деле претензий никаких нет. Мы пошли своим путем. Этот путь нам подсказали в том числе и власти. И вообще мы считаем, что это более-менее рационально. Мы хотим с потребителями работать напрямую. РКЦ, по сути своей, являлся агентом. То есть неким звеном между А потребителем, Б ресурсонабжающей организацией. То есть не все проблемы снизу могли дойти до вас. Да, все верно, понимаете. То есть если сторонних ресурсников, которые у них обслуживаются, это устраивает. Может быть, я не знаю, не хочу ругать коллег, нежелание общения с населением, но оно тоже присутствует в нашей среде. Давайте говорить открыто. Вот мы эту ситуацию ликвидировали. Мы работаем сейчас напрямую. Мы слышим своих абонентов и максимально быстро реагируем на все вопросы. А вы как-то занимаетесь сотрудниками, которые конкретно с людьми разговаривают? Ведь действительно там и выгорание какое-то происходит, и усталость от того, что приходится там либо об одном и том же, либо с людьми, которые не слышат или говорят просто с тобой на разных языках, потому что там у специалистов своя терминология, а у людей своя, как вот они жизнь видят. Ну, как бы развитие клиентского офиса, оно, конечно, подразумевает обучение соцперсонала. Это однозначно. Мы некий процесс регламентировали, то есть, по сути своей, абонент обращается с неким типовым вопросом. Этот вопрос можно, а, прописать, соответственно, определенные акценты расставить, чтобы оператор четко, ясно и понятно, ну, как стихотворение в детстве в школе, да, мы рассказывали. Вот точно так же. Какой у вас лицевой счет, какие у вас показания, вот вам начисления, вот ваши объемы, вот тогда вы платили. Здесь вот такие истории, они достаточно простые, они постоянно повторяются. Да, вы действительно говорите, ну, приходится подбирать персонал. А какие главные установки сейчас вот у ваших сотрудников при общении с людьми? Там, быстрее решить, быть дружелюбным? Ну, правильно, быть дружелюбным, общаться корректно. В первую очередь, задача стоит решить вопрос. Чем быстрее мы будем решать каждый вопрос, тем меньше нам их будут задавать. То есть, даже если что-то непонятное, то, скорее всего, специалист приложит там дополнительные усилия для того, чтобы разобраться. Если не типовая ситуация... Там все проработано. Если специалист в окне немножко не может сориентироваться, у него есть куратор. Если куратор не сориентировался, сразу в офисе находится расчетная группа. Они сразу подхватят и человека с собой возьмут, проконсультируют, и все равно без консультации в нас ни один не уйдет абонент. Если говорить о работе колл-центра, на который мы, наверное, будем рекомендовать людям все-таки обращаться при наличии каких-то вопросов, особенно, ну вот, когда у нас почти карантин, увеличиваете ли вы там количество людей? Насколько легко сейчас к вам дозвониться? Там достаточно интересная система, программный комплекс, который обслуживает этот колл-центр. Мы видим на сегодняшний момент и нагрузку полностью всю. Мы пишем все разговоры для улучшения качества обслуживания. Мы в случае увеличения количества звонков в очереди, мы имеем возможность увеличить количество наших операторов. То есть здесь этот момент, он контролируется лично мной. А как вы это отслеживаете? Сколько там человек в очереди? Это специальные программы какие-то? Да, да, да. То есть это мы все видим. Мы видим, когда звонят, в какие часы, когда надо усилить работу, когда можно оставить, допустим, троих операторов, когда нужно необходимо, там, минимум 10, например. То есть этот момент, он регулируется, и я не думаю, что у нас будут проблемы и жалобы от населения, в первую очередь, когда, а вот мы и не дозвонились. Вот эту историю, в первую очередь, мы хотим побороть. А среднее время ожидания на линии большое у вас? Средний разговор на сегодняшний момент тоже примерно порядка двух-трех минут, не больше. А ожидания? Ожидания. Мы не допускаем увеличения количества очереди. То есть, ну, я понимаю, что в течение 8-10 минут в любом случае мы ответим. То есть эту систему вообще можно сравнить по, там, пластичности с тем, что в идеале могло бы быть у нас на дорогах, там, регулирование светофоров в зависимости от интенсивности, но только этого не происходит. Это вот водоканал что-то у себя сделал рабочее в таком плане, да? Ну, вообще эта система, она не новая, она работает в крупных городах, в других регионах. Почему сюда ее не привозили, ну, я не до конца понимаю. А ну, то есть это устроить, в принципе, технически не очень сложно? Ну, никаких сложностей нет. Хорошее оборудование, хороший программный комплекс, ну, а дальше уже это операторы, сотрудники. Вы сейчас удивляетесь моему удивлению. Иногда кажется, что... Нет, мы почему взяли опыт, как говорится, других водоканалов и других регионов, потому что мы оценили, каким способом устроены колл-центры в Кирове. И понимая, как они устроены, и мы видим, что есть проблемы в их работе, мы как раз, ну, создаем уже что-то новое, что-то свое, и посоветовавшись, как говорится, с коллегами. А если говорить про сайт, что вы там сейчас хотите улучшить, что не устраивает на данный момент, над чем работаете? Ну, мы сейчас работаем над увеличением количества услуг, которые мы будем предоставлять онлайн. А чего там не хватает? Ну, на сегодняшний момент реализована история с приемом показаний, то есть через наш сайт можно принять показания, можно пока только отправить заявку либо на электронную почту, либо точно так же через сайт. В дальнейшем мы планируем увеличить, точнее, начать прием документации онлайн. Но тут встает вопрос авторизации абонента, чтобы принимать именно от абонента по его лицовому счету, по его квартире, чтобы не было ошибки, ну, и в этом, я не знаю, умысла какого-то. А это какого рода документация? Документация, связанная с состоянием приборов учета, документация, связанная с составом семьи, когда речь идет о квартире бесприборной. Документация, связанная с временным отсутствием, присутствием граждан, тоже там по бесприборным квартирам в основном такие истории возникают. Точно так же прием, обработка любых вопросов через онлайн-кабинет и предоставление документов. Ну, если человеку нужен оригинал, пока это все равно реализовать, наверное, онлайн будет достаточно тяжело, потому что ЦПшки у нас в России не так сильно развиты, и не все его госорганы принимают. В целом, в общем, скам, копию документа мы можем высылать абоненту. Если ему нужен оригинал, он обратился в офис, получил, там, за две минуты проблем никаких нет. А кроме документов, что еще нужно? Что хотите ввести в число услуг? Онлайн-оплата. Онлайн-оплата без захода в личный кабинет банка. То есть на сегодняшний момент мы говорим, что мы с банками договорились, но для того, чтобы оплатить, надо зайти и в личный кабинет именно того банка, где обслуживается, скажем, житель города. Без захода в личный кабинет банка мы планируем сделать онлайн-оплату через свой собственный сайт, ну и потом, соответственно, через приложение. А есть запрос такой? Много ли обращаются людей с просьбой вот что-то такое сделать? Или это ваше желание предоставить максимум услуг, чтобы было доступным? Конечно, и вопросы такие возникают, потому что житель хочет быть уверенным, что при онлайн-оплате он передает еще и все необходимые данные для следующего начисления. Показания приборов учета. И бывали случаи, и технологически это не секрет, что показания иногда, то есть оплата приходила, а показания не доходили до нас из банка. При оплате на нашем сайте это просто будет ликвидировано, потому что они автоматически будут ложиться сразу уже в базу начисления. Ну, вообще, конечно, я должна, ну, по крайней мере, у меня привычка очень сильна платить там, где я сейчас плачу. И даже когда появляется банковская комиссия, ну, это онлайн-сервисы банковские, и я знаю, что на сайте поставщика услуг можно заплатить без нее, вот по привычке все равно там очень удобно платить пачкой всем везде разом. Я не знаю, вот вы с точки зрения потребителя вот сами, да, как-то вот оцениваете свои услуги? Вы ведь не только работник водоканала. Знаете, вы сказали про привычку, ну, все же зависит от того, если мы сделаем удобнее, наверное, привычка рано или поздно возникнет уже в нашу сторону, правильно? Поэтому, знаете, мне кажется, что не совсем корректно вы задаете этот вопрос. Ну, то есть, да, нужно признать, что оплата, возможность оплаты без комиссии, она лояльность к поставщику услуг заметно повышает, потому что каждый раз, когда ты видишь там у себя при оплате еще дополнительно там 3 рубля, даже 11, вроде, ну, вроде немного, с другой стороны, у других ноли ты понимаешь, что они о тебе позаботились. И, там, не считаешь их там жадными, хотя это, скорее всего, не от поставщика зависит, но это переговоры все равно поставщик же ведет с банками о том, чтобы брать людей, с людей комиссию или не брать. Ну, мы ждем сейчас некого изменения законодательства. Вот как раз вопрос комиссия сверху, либо комиссия внутри, он еще до сих пор решается. И эти качели, мы видим, что регулируется там, а, постановление правительства, б, там, федеральными законами. И в целом и в общем, как бы, диаметром он постоянно смещается. То он внутри, то он снаружи, вот последние годы это было так. Вот я думаю, что в этом году поставят все-таки правительство точку в этом вопросе, и все встанет на свои места. Но, тем не менее, в любом случае, при любых раскладах, если даже комиссия будет сверху, любой поставщик любых услуг, ну, вот мы поставщик услуг водоотведения, водоснабжения, мы будем обязаны предоставить потребителю возможность оплатить без комиссии. Поэтому, наверное, оплата без комиссии на нашем сайте, это как раз та возможность. И будет наверняка в мобильном приложении, это уже сразу зашито, да? А когда оно появится? Летом. Летом. Просто мобильное приложение технически реализовать достаточно тяжело. Если мы анонсировали, что изменения на сайте, плюс там новый личный кабинет, это там апрель-май, то приложение это летом. Летом. Там примерно те же услуги будут, да? Примерно верно. Тот же личный кабинет, плюс пуш-уведомления абонента. А там можно будет проследить историю моих трат воды? Вы ее не только в цифрах увидите, вы увидите ее и в графиках, и в датах, когда вы платили, когда вам начисляли. Вы сможете получать там дубликаты документов любых уже самостоятельно. То есть можно прям контролировать, иметь информацию о том, насколько много воды я потратила там в этом месяце, сколько сэкономила в отпуске. Ну, это интересно, потому что ведь можно, в принципе, вы могли бы и не придумать такую вещь, но заложили. Ну, почему это? Аналитика, она всегда велась. Просто я не знаю, почему ей с потребителями... Ну, ее визуализировать нужно. Да, ее нужно визуализировать и просто поделиться с потребителем. Да, это не самый очевидный шаг, наверное. Потому что часто бывает, что человек по ту сторону, чиновник, функционер, он видит это все со своей стороны, стой. И ему кажется, что вот он все предоставил, что может быть людям нужно. А на самом деле у людей есть другой запрос, потому что они по-другому смотрят, по-другому считают, думают, видят, потому что они потребители в данной ситуации. И мне кажется, при разработке всех вот этих удобств, сервисов, важно поставить себя на место его. Не все так делают. Вот о чем я говорю. Потому что там, не знаю, приходилось ли вам пользоваться какими-то государственными системами подобными, которые размещены на... Ну, у нас самая известная государственная система госуслуги, правильно? Нет, я даже не про госуслуги сейчас, хотя это тоже довольно такая тяжелая в использовании вещь. Как пример могу привести карты размещения контейнеров. То есть у нас произошли в прошлом году их переезды от одного дома к другому. И некоторым приходилось реально узнавать, где конкретно для его дома сейчас находится мусорный бак. Ну, и сделать это не получается. Не всегда. Ну, потому что там есть просто баки, но к ним не привязаны номера домов, например. Ну, вот знаете, здесь можно долго это обсуждать. Это не совсем даже тема там про водоканал. Ну, вот смотрите, там обязанность разместить информацию, поделиться с потребителем определенным пулом информации, он всегда был. Вопрос, насколько ты сделаешь это удобно? Да. Если ты сделаешь это удобно, к тебе будет меньше вопросов, меньше звонков в колл-центр, меньше или очных обращений в твой же офис и удобства для потребителя. Вот мы только единственную цель как раз этого и преследуем. Насколько удобно это сделали другие, ну, мы уже с вами оценили. Насколько удобно это сделать водоканал, давайте подождем, увидим. У вас есть какая-то тестовая группа? Как это происходит вообще при разработке сайта, мобильного приложения? Людей, которые оценивают, насколько это интересно, удобно? Тестовая группа? Ну, у нас есть некий аналитический сектор, который как раз набирает этот перечень необходимых онлайн-услуг, плюс это проходит согласование однозначно с руководством, с нашим, и в первую очередь это обкатанный опыт других регионов. Обкатанный опыт Москва, Казань, регионы, которые уже давно шеркнули немножко вперед, подальше немножко. То есть это не та ситуация, когда нужно изобретать велосипед? Здесь не изобретение велосипеда. Вы правы. Ну, вы его модернизируете? Конечно. У нас в гостях Андрей Антонов, замдиректора МУМ ФДКанал. Мы говорим о новых сервисах компании, которая у нас уже больше чем полгода является... Гарантирующим поставщиком? Да, услуг водоснабжения. Ну и основное, это все-таки открытие центра на Казанской-24. Часы работы, давайте напомним. Часы работы для физических лиц, жителей города с 8 до 6 работает центр. С понедельника по четверг, в пятницу мы работаем до 5. Если будет необходимость, мы эту информацию будем публиковать на сайте, дублировать на сайте администрации. Еще найдем источники доведения информации до населения. Возможно, будем выходить в выходные. Центр, который предназначен для обслуживания юридических лиц, он работает в стандартном режиме. С 8 до 5 с обедом. Физики, кстати, работают без обеда. То есть это два каких-то отсека по одному адресу? Это один и тот же адрес. Это два обособленных помещения для того, чтобы не происходило смешение очередей. По потокам. По потокам. А планируется ли еще какая-то точка в Кирове для обслуживания клиентов? Или достаточно одной? Да. Мы в ближайшее время начнем организацию. Она уже есть в Нововятске. Она сохранена. Это бывший офис приема МУП Нововятского водоканала. Там небольшой косметический ремонт будет произведен. Мы там запустим. Я думаю, два окна нам будет там достаточно. И мы сейчас находимся в неком поиске помещений либо на юго-запад и в сторону Лепси-Филейки. Эти офисы тоже в проработке. Мы планируем к лету однозначно открыться. То есть не придется людям ездить всем отовсюду туда? Да, конечно. Пытаемся сделать в том числе и очный прием удобным. Потому что вот эти офисы удаленные. Я имею ввиду там юго-запад и Филейка, так назовем их. По сути, они будут основной, самый простой пул информации уже принимать. И человеку нужно будет прийти, скажем, на Казанскую только при какой-то специфичной ситуации, где действительно надо разобраться, посмотреть, что происходило, как происходило. Многие, допустим, банки пытаются отказываться от реальных офисов. Но я так понимаю, что когда вы оказываетесь в социальные услуги, это все-таки не вектор, в котором приходится двигаться. Ну, очный прием его невозможно остановить. Есть определенные категории населения. Вы правильно сказали. Кто-то не понимает, что такое онлайн. Кто-то не знает, что такое интернет-банк. Ну, как раз эти потребители придут к нам мощно. Все, кто могут разобраться, а тем более, если мы говорим, что мы делаем это максимально удобно, зачем к нам приходить? В этом весь вселенский смысл. Сейчас, когда мы все боимся коронавируса, у вас какие-то специальные меры в этом офисе будут приниматься для того, чтобы людей обезопасить? Конечно, сотрудники в масках, перчатках, дезинфекция. Дезинфекция, правильно сказал. Ежедневная у нас происходит в офисе. Всех жителей Кирова призываем к тому, чтобы все-таки на время карантина мы, жители, общались с нами онлайн. Колл-центр, сайт, электронная почта, письменные заявления. Допустим, просим ограничить количество походов к нам. Совместно с этим мы понимаем, что, возможно, будут некие опознания в платежах. И мы в период, пока будут объявлены эти меры карантина, мы не будем начислять пение населения. То есть не надо волноваться о том, что если я до 25-го не пришел, не заплатил, то мне завтра начислят пение. Этого не будет. А по нормативу плату на за следующий месяц начислят? То есть передать показания все же надо до 25-го? А передать показания можно как раз позвонив к нам в колл-центр, написав на электронную почту, передав через сайт. То есть каналы связи есть. Основной пул показаний приходит пока от банков, потому что при оплате онлайн банк всегда спрашивает, передай показания. Эта система налажена, она уже несколько лет в городе работает. Для тех абонентов, которые передают отдельно, это либо как раз опоздал заплатить, но передал показания, либо у тех, у кого настроен автоплатеж. То есть автоплатеж, он не спрашивает показания, поэтому человеку нужен достаточно интересный канал связи, удобный канал связи для того, чтобы передать эти показания. В параллельно скажу, мы еще рассматриваем вопрос установки удаленных терминалов для приема показаний. Это достаточно недорогая штука. Терминал похож, как на обычный терминал оплаты услуг сотовой связи. То есть точно такой же экран. Человек подходит, сканирует либо штрих-код со своей квитанцией, там будет сканер, нам предложение есть, мы сейчас рассматриваем его, либо забивает свой лицевой счет, забивает свою фамилию для подтверждения, что это его лицевой счет, и после этого передает показания. Это недорогая штука. Штука недорогая, и в целом и общем в крупных городах она достаточно хорошо развита. Это может быть только ваше, или можно скооперироваться с кем-то, чтобы там был набор услуг? Можно, можно и скооперироваться. Понимаете, это машина, которую можно настроить. То есть что залито там в ПО, сбор показаний только на водоканал, или там, не знаю, водоканал и иные поставщики, это не проблема никакая. Мы попробуем внедрить, я думаю, что мы на стадии как раз вот там окончательного решения внедрять, не внедрять эту историю, но я думаю, что мы несколько таких терминалов до конца года разместим. Еще хотела бы вернуться к мысли, которую вы чуть ранее озвучили. Это очень важно, решение о том, что людям не будет начисляться опене, если они не успели вовремя оплатить квитанции. Вы сказали, что это на период карантина для вас, для вашей компании, отменой вот этого карантина. Какое решение может стать? То есть как понять, сколько будет длиться этот период? Как вы поймете это для себя? Слушайте, вот у нас сейчас, я так понимаю, пик. Что вчера объявил президент? Президент объявил целую неделю выходных. Правильно? Ну, за исключением определенных отраслей. На нас, на водоканал, это не распространяется. Мы жизнеобеспечивающая отрасль. И да, и нужно сказать, что все и по авариям, и по всему. Да, мы работаем онлайн, круглосуточно. В этом проблем нет. То есть технический персонал готов. Весь персонал ИТР, он тоже мобилизован. Все на местах, никто никуда, ни на какие выходные не ушел. Чтобы просто жители города понимали, без воды мы город не расставим. Не беспокойтесь. В целом и общем, я понимаю, что эти меры, они продлятся в течение двух, там, может быть, трех месяцев. Некоторые на полгода введены, банковские, налоговые. Ну, пока мы говорим, давайте посмотрим, да. Пока мы сказали три месяца, мы не начисляем пение. Если эти меры будут продлены, конечно, и этот срок неначисления будет продлен. Ну, потому что один из вопросов, который как раз и возник, что государство там замораживает какие-то банковские вещи по работе, но ничего не сказано об оплате услуг ЖКХ, которая там составляет иногда большую часть расходов семьи. Вот, водоканал подумал об этом. И это очень важный шаг, я считаю. Подводя итоги, давайте напомним телефон горячей линии, телефон аварийной службы на случай, если что-то произойдет. Все специалисты на месте, все работают. Значит, единый колл-центр 254-888. Аварийная диспетчерская служба, круглосуточный режим работы 699-500. Эти телефоны, они размещены на платежных документах у каждого жителя города. Они размещены на бортах наших машин. Наверное, в городе заметили, очень много появилось нового подвижного состава, именно с наклятием водоканал. Это все наши новые автомобили. Офис приема населения и юридических лиц. Официальное открытие с 1-го числа. Казанская, 24. Ну и сайт? Сайт плюс группы в соцсетях, они все известны. Причем через них достаточно большой пол вопросов поступает. И они тоже все отрабатываются, сразу передаются специалистами. Жители точно так же, как позвонившие в колл-центр или обратившиеся через сайт. То, что мы получаем через соцсети, тоже в таком же порядке отрабатывается. То есть по всем каналам, водоканал наш недоступен. Да. Спасибо. Это был замдиректора МОПа водоканала Андрей Антонов. Эфир вела Ольга Бальзина. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok